Девушки отдыхают Вот у вас мнение какое? Зачем? Например, мое мнение, честно говоря, что церковь это в принципе храм, к которому должны приходить люди То есть одного на район, мне кажется, вполне достаточно Зачем в каждом дворе? Я не вижу в этом надобности По-моему, русская православная церковь, ТРПЦ, ну, заражает людей Это православие головного мозга, это болезнь, ну, уже начинается Это вранье и вымывание денег То есть это все не нужно Церквями? Ну, как сказать? Я и не против, ну и не за В каждом дворе нет зачем? Ну, на самом деле, отрицательно к этому отношусь Вот, мне кажется, слишком Ну, не нужно Навязчивая это слишком идея? Я думаю, да В каждом дворе точно не надо Ну, я не против, но тут очень тяжелый такой вопрос Вопрос для чего, да? Ну, не то, что для чего... как это сказать? Происходит замена... как это сказать... давайте лучше проехали Я сейчас не смогу быстро объяснить Но вы не очень горите желанием, да, чтобы у вас храм поставили во дворе? Ну, да, окей Не, ваше мнение, если вам нравится, то вы скажите, хочу Недавно смотрел хорошую лекцию чувака из высшей школы экономики Про, вообще, про культ, про праздники и так далее Ну, и там вот как раз про праздники шла речь, что праздник это атрибут какого-то культа И хоть и места для... места изменились для... как это... утоления этих потребностей, вот, всякой... в поклонении, я не знаю, как это сказать Ничего, по сути, не изменилось, поэтому что церкви, что какие-то другие сооружения, я не вижу разницы Церковь? Вообще, мы, конечно, достаточно хорошо относимся к православию Мы часто посещаем храм, но я считаю, что все-таки должно быть какое-то... Свобода выбора Да Никак Ну, нравится кому-то, пусть ставят По церкви? Ну, это ерунда какая-то Отрицательно Почему? Я атеист, мне это не нужно Жуть отрицательно просто какая По-вашему, какая цель вот этой застройки? Зачем это делают? Деньги Любая церковь, как любой торгово-развлекательный центр, приносит деньги Ну, я лично не чувствую необходимости в таком количестве церквей, наверное Ну, я, во-первых, не знаю об этом, просто не в курсе Не в курсе А, во-вторых, это кому-то мешает? А я с Эстонии Не, мы вот пытаемся выяснить, для чего А, вот вопрос... У нас что, верующих так много, что на них церквей не хватает? Наверное, да Наверное, скорее всего, людям надо куда-то прийти и излить свою душу А так как у нас не принято ходить к психологу Идут в церковь И к батюшке, я так подозреваю Ну, у нас вот просто верующие-то, они какие-то странные Одни вот, там, пост используют, чтобы похудеть девки Там, мужики с бабами бухают в клубах православные праздники То есть, вот такое у нас Нужны им вообще вот эти церкви-то? Какая цель их строительства? Ну, вы как бы сами отвечаете на свой вопрос А по поводу того, что происходит Ну, это просто... Ну, если как бы задуматься об этом Скорее всего, это делается не для... Ну, там, наверное, могут быть цели, как... Просто деньги отмываются Могут быть цели, как внедрение церкви Я думаю, что верующий человек, ну, для него достаточно Ну, церкви, ну, места, чтобы уединиться А скорее, ну, я... Это лично мое мнение Что нужно потратить те же самые деньги На образование, которое, как бы... Система образования слабая в России стала В последнее время Ну, вот я лично чувствую Я бы лучше бы эти деньги на школу бы потратил, наверное На высшее бесплатное образование На медицину, возможно На хорошие пенсии Я думаю, это было бы правильнее Вот у нас сейчас в городе уже больше 200 церквей Они продолжают строиться Вот по-вашему, нахрена они нужны все? Ну, ясно, вы против церквей Я не против церквей Они нужны в таком количестве? Ну, вы немножко преувеличиваете Я не верю этой информации Это, скорее всего, фейк Вот уже даже протесты начались Там, в Балтийской жемчужине против Протесты могут задвинуть кого угодно По любой ерунде, фейковые А в своем дворе вы бы хотели церковь? Никакой здравомыслящий человек в моем дворе не построит Ну, поближе к дому я бы не возражала Большое количество не нужно Ну, как бы... Зачем оно? То, что есть, уже достаточно Ну, а новые строить, мне кажется, бессмысленно То, что есть, хватает А есть спрос на такое количество церквей у нас разве? По-вашему, для чего это вообще делают? Ну, даже сказать не могу Ничего об этом, для чего это... Вот у нас столько верующих, что ли? Наверное Раз трое, значит, нужно Деньги выделяют на это Не знаю Может, это, да Какая-то у них там Секта Которая Задействует этим Не знаю У нас соборов мало, что ли? Зачем? Вот в каждом дворе сейчас Маленькая церковь какая-то строится Вот Ну, в Балтийской жемчужине уже протесты были против них Митинг там проводили Может быть, потому что Балтийская жемчужина удалена Ну, от всех Которых нет церквей Ото всех Жители не хотят, чтобы у них там стояла церковь Хотят прекрасно Мне кажется, они имеют право не хотеть И, в общем-то, референдумы проводятся даже на уровне государства А уж на уровне района Мне кажется, жители вполне могут решить, нужна им церковь или нет У нас и мосты называют Если вы помните, жители выступали против определенного названия моста Мы даже такой соцопрос проводили Все против Совершенно верно А вот, по-вашему, у нас что, столько верующих, чтобы от каждого решили по церкви построить? Слушайте, у нас достаточно верующих, но у нас достаточно храмов в городе, чтобы их посещать Освоение средств, я думаю Если их строить, значит, кому-то это надо? По-вашему, у нас вот верующих так много, что на них церквей, что ли, не хватает? Ну, лично на меня хватает Кстати, есть, так сказать, спрос, есть предложение Значит, нужно? Ну, значит, кому-то это нужно? Кому? Верующим, я не знаю Казанская церковь, армянская церковь Потом на Литейном тут церковь Нет, церквей тут в центре очень много Хватает церквей А для чего новые строят, особенно вот в таком количестве? В районах, где вообще ничего нету, конечно, пускай строят, конечно А в нашем, здесь вот в центре, уже больше не надо А по-вашему, у нас много верующих вообще? Ну, я так думаю, что достаточно, достаточно Я смотрю передачу «Спас» и вижу, что там очень много молодых, очень много И сам президент, слава богу, верующий, с Медведевым туда приходит Вот, и вообще вот эта передача «Спас» для меня просто открыла мир вот такой вот, как бы сказать, церковный Вот, то есть я была, как бы даже я в свои 65 так далековато была А теперь, ну, великолепная передача «Спас» Вы смотрите «Спас»? Нет Ой, как вы много потеряли Что вы, что вы Ведь, как вы считаете, нужно ли легализовать проституцию в России? Я думаю, не стоит Почему? Ну, я думаю, как бы не надо это делать для всех Те, кому это нужно, все равно найдут этот способ без легализации это сделать Не, 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 нет Не нужно? Нет Почему? Ну, потому что это плохо Да кому надо, оно уже, те и будут заниматься Тут хоть как, как не крути Аналогичный ответ Ну, это выводит очень много денег из черного рынка, с одной стороны Ну, тоже сложный вопрос Потому что, как это, не хочется быть слишком наивным и полагать, что запрет, наоборот, понизит его Поэтому Это очень долгий и требующий обсуждения вопрос Ох, слушайте Слушный вопрос Я за Почему? Потому что контроль и учет, это всегда надежнее Знаете, я, пожалуй, сдержусь от ответа, потому что я даже не понимаю Не понимаю, как я к этому отношусь Просто интересные вопросы Пускай легализовывают Это же есть, господи, это же есть Все знают Пускай государство еще из этого пожмет денег Отлично На самом деле, тут как бы, как все сделать Может быть, легализация приведет к упорядочению этого рынка Под налоги их загнать надо Да, дело, на самом деле, не в этом Может быть, это поможет, там, не распространению ВИЧа, наркомании и так далее Может быть, это будет более цивилизованно, скажем так Ну, это только вариант Мы это узнаем только в случае легализации Я не думал об этом В принципе, нормально Ну, на самом деле, в этом вопросе есть две точки зрения, на самом деле Вот, но если брать по опыту стран, которые уже ее легализовали То много положительных моментов Ну, то есть, по сути, проституция, как и торговля наркотиками Это черный бизнес Вот, и, ну, процветает мафия Например, в Америке, когда легализовали марихуану в нескольких штатах Оттуда ушли наркоторговцы Потому что, ну, невыгодно продавать наркотики, когда их можно купить в аптеке Вот, естественно, это все делается по закону Вот, ну, то есть, тебе нужны рецепты и прочее Но с проституцией то же самое То есть, страны... Какие страны? В Англии Да, вот У них просто, опять же, невыгодно держать бизнес незаконный на проституции Потому что, ну, у тебя есть законная возможность заплатить налоги и снять проститутку Ни в коем случае Это надо... Почему? Вы что? Зачем же? Кому же нужен разврат? Вы что? Представьте себе, что это ваша дочка Ну, и вот и все И вам сразу все станет понятно Ваша внучка, дочка, ваша жена, ой Вам станет плохо А может, это личное дело каждого, не? Нет, нет, ни в коем случае Это же зараза Вот сюда приезжал автобус, такой вагончик И нас здесь всех проверяли на спид Ну, вот Так что, ни в коем случае Что вы? Это же болезнь, зараза Страшно, нет? Господи, я вообще... Я, кажется, не из этой страны Есть такая возможность? Ну, главное, чтобы желание было Слушайте, ну, это, конечно... Ну, мне, наверное, это не надо, поэтому... Легализация проституции Да нет же, наверное, есть все-таки другие проблемы, над которыми стоит подумать Нежели чем над легализацией проституции Ну, как бы... Я думаю, что это не главное Не глобально, я бы сказала даже Так она уже, по-моему, легализована Я с этим полностью согласен Все, спасибо До свидания